Приветствую вас! Ну, значит, смотрите. Ваша цель была трудоустройством. Это была ваша цель. Понимаете, цель, в данном случае цель подразумевает, ну, скажем так, результат. То есть вы, в данном случае, хотели результата. Вот. Вам, как бы, не особо было нужно именно, не особо важен был процесс, наоборот, процесс оставлял вам дискомфорт. Вон. Вот. То есть момент, момент здесь, он именно вот такой, что вы изначально ставили себе цель добиться чего-то. И для вас это было очень важно. Но после вы, вот, как бы добиваетесь этого. Вот. Вот. А дальше-то, собственно говоря, что? А дальше, собственно говоря, ничего. Потому что цель, она должна как бы перерождаться. Потому что цели должны появляться, ну, новые. А если новые цели не появляются, в данном случае, новые цели у вас не появились. Вот. То по итогу, ситуация, ну, складывается только вот так, то есть негативно для вас. Именно, в плане того, что, а дальше что? Поэтому, я бы здесь, вам рекомендовал бы, обращать свое внимание, именно на процесс. Не на результат, а на процесс. В любой деятельности, в любой деятельности, важен именно процесс. Понимаете? То есть вам работа не нравится потому, что она изначально, изначально, она была нацелена не на процесс, а на результат. Ну, ребят, у вас была цель, цель, допустим, ну, вот, грубо говоря, да? Была цель, получить работу, вы работу получили. Молодец. Вы молодец. А дальше что? Как бы. Дальше что? Дальше, дальше ничего. Дальше ничего. Потому что, потому что, то, что вы себе ставили, вот та цель, которую вы себе ставили, вот, она не подразумевала ничего дальше. Понимаете? Вот. И всё. И поэтому вам очень тяжело на работу уходить. Из-за этого, из-за того, что, как бы, ну, нет дальнейших, как бы, перспектив. Вот. Понимаете? Поэтому трудоустройство не может быть самоцелью, не может быть отдельной, самостоятельной целью. Понимаете, какая история? Может быть, может быть, может быть, как бы, ну, трудоустройство, целью в себе только тогда, да, только тогда, соответственно, когда у человека есть ещё чем заниматься. То есть, когда у человека есть хобби, увлечения и т.д., ему просто нужны деньги. Вот. Знаете? Ну, как бы, вот в этом случае, да, в этом случае, действительно, может быть, работа целью в себе. Тут я согласен. Но в остальных случаях, конечно же, нет. Таких случаях, конечно же, нет. Поэтому вам важно, важно получать удовольствие от процесса и ориентироваться в, значит, в своей рабочей деятельности. Именно на процесс, а не на результат. Понимаете? Вот. Это очень важно. Чтобы вы ориентировались именно на процесс, а не на результат. Потому что результат всегда предполагает ожидание, результат всегда предполагает, значит, некое окончание и, что самое главное, что самое главное, результат предполагает завышенные ожидания. То есть, вот я что-то делаю, я что-то делаю, да, и я жду, я жду, что то, к чему я стремлюсь, даст мне то, чего я хочу. Вот. Задумайтесь, от чего бы вы могли получать удовольствие только от процесса? Вот. Если такое для себя вы найдете, и если вот такую историю вы для себя найдете, то я полагаю, что многое для вас станет легче. Дальше. Значит, так. Как предстать саму себя запугивать? Ну не понять, ну не понять, для чего вы себя запугиваете, что именно вы, что именно пытается вам сказать ваше подсознание здесь, и раскрыть это, значит, в приемлемой форме. Как не довести ситуацию до ненависти к работе? Не возлагать на нее ожиданий больше, чем она того стоит, и не обесценивать ее меньше, чем она того стоит. То есть работа – это реализация и занятие любимым делом, либо чисто заработок денежных средств. А реализация и занятие любимым делом – это что-то другое. Все. Больше никаких вариантов быть не может. Любые попытки перетасовать данный подход приводят вот к тому, что у человека появляется нервозность, негатив, страх и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.